Уважаемые коллеги, здравствуйте! Предлагаемая вам лекция содержит информацию о нарушениях психической адаптации, практически важному для нашей действительности вопросу. Чтобы раздел «Реадаптация», то есть основная часть лекции, был воспринят с большей эффективностью, нам необходимо обсудить ряд теоретических моментов. Итак, понятие «стресс» и «реакция на стресс» были впервые введены канадским ученым Гансом Селье и однозначно в нашем сознании связаны с его именем. Однако для уточнения стоит заметить, что первый кирпич, фундамент теории адаптационного синдрома, был заложен за 20 лет до эксперимента в Селье и сделал это американский психофизиолог Уолтер Кеннон. Ставя эксперименты на животных, и, надо сказать, достаточно жесткие эксперименты, в которых он создавал угрозу для жизни, он впервые описал реакцию спасения жизни, которая заключается в двух оттенках высокой активности – это «бегство» или «драка». Сейчас, в настоящее время, в таком полусленговом варианте, эта реакция называется «бей-беги». Далее это направление было разработано Гансом Селье, который также ставил эксперименты на сей раз на подопытных крысах, то есть он изучал физиологическую сторону адаптационного синдрома. Вот давайте мы с вами… Так, обратите внимание, это Уолтер Кеннон, эксперименты 1915 года, впервые описанная стрессовая реакция в виде драки или бегства, и эксперименты Ганса Селье в 1936 году, который впервые открыл однотипность стрессовой реакции на различные стрессовые факторы и обозначил стадии адаптационного синдрома. Эти стадии выглядят следующим образом. Первая стадия – это мобилизация защитных сил или стадия тревоги. Вторая стадия – сопротивление, когда на физиологическом уровне, я повторяю, Селье изучал только физиологическую сторону данного явления, в организме происходит борьба со стрессором, и стадия эта крайне неустойчивая. И если стрессор продолжает свое действие, то наступает третья стадия – это стадия истощения. Что же происходит на стадии тревоги? Происходят огромные изменения в организме, и в первую очередь изменение гомеостаза, которое заключается в появлении высокого уровня так называемых гормонов стресса. Выделяется триада гормонов стресса. Но для уточнения более точно – это два гормона – адреналин и кортизол, которые выделяются над почечниками. И норадреналин – это биологически активное вещество, медиатор передачи импульса в симпатическую нервную систему. Это триада, все три ее компонента являются синергистами, и под их влиянием происходят огромные изменения в организме. То есть это биологический профиль реакции Би-Би-Ги. Что же происходит? Что нужно для того, чтобы убежать из стрессовой ситуации или дать ей активный отпор? Прежде всего, это должно быть достаточно высокий уровень напряжения скелетных мышц. Они должны получить много крови. То есть увеличивается сердечный выброс, учащается число сердечных сокращений. Вступает и система органов дыхания, в которую углубляется дыхание, становится более глубоким, более частым. И включается также акцент в этой реакции на мозговых функциях, потому что нужно определить направление бегства или направление удара. Как же ведут себя другие органы и системы? Ну, в частности, в этой реакции Би-Би-Ги совершенно очевидно, что не нужна работа пищеварительного тракта, не нужна работа мочеводелительной системы. И поэтому под действием этих же самых гормонов, которые мы только что с вами обсудили, происходит спазм или резкое сокращение гладкой мускулатуры этих органов, и они освобождаются от содержимого. В организме происходит еще большое количество более тонких реакций, на которые у нас нет времени для их обсуждения. Стоит удивиться только мудрости природы, которая запоминает те реакции, которые помогают выжить. То есть, например, повышается под влиянием этих же гормонов, повышается как стрессовая реакция свертываемость крови, потому что в осуществлении такой реакции в виде драки возможно кровотечение. И еще масса других более тонких механизмов спасения тела в ситуации, когда надо убегать или активно воздействовать на данную ситуацию. Давайте разберем, что происходит. Также вот мы сейчас проговорили с вами физиологические изменения, но это речь идет о резко выраженной стрессовой реакции. Конечно, здесь, как и везде в нашей жизни, работает принцип перехода количества в качество, и реакции могут быть совсем не так яркими, как я сейчас представила, а гораздо более, с одной стороны, не настолько интенсивными, но зато многообразными. И вот эти реакции дают многообразие проявления реакции на стресс. В человеческой, в нашем существовании, реакция на стресс, естественно, проявляется не только на физиологическом уровне, а имеет психологическое сопровождение. И как показано в большом количестве экспериментов, реакции человека проходят те же самые стадии, что и реакции на стресс у животных. И это одна из проблем психосоматических заболеваний, потому что в ситуации стресса тело знает только одну реакцию – бей, беги, что в нашей социальной жизни совершенно невозможно. Поэтому реакция на стресс человека рассматривается как психофизиологическая реакция. И психологическая составляющая проходит те же самые стадии, что и физиологическая реакция, то есть стадию тревоги, стадию сопротивления. И если действие стрессового фактора продолжается, то стадию истощения. Вот вернувшись к первой стадии, которая на физиологическом уровне происходит, как мобилизация бей, беги, то на психическом уровне мы можем сказать, это тоже резкий выброс психической энергии, это упоение в бою, знакомое нам ощущение активности, действительно может быть упоение даже в том случае, когда мы можем ярко проявить себя. Это первая стадия, стадия тревоги. Что происходит на физиологическом уровне во второй стадии, стадии сопротивления? В этой стадии продолжают действовать гормоны стресса. Вот я прошу обратить внимание на этот очень важный для наших будущих рассуждений момент, что на протяжении первой и второй стадии тоже обязательно высокий уровень стрессовых гормонов. На второй стадии он, конечно, несколько снижается, и самое главное, что он меняется качественно. То есть на смену активному адреналину происходит более мягко действующий норадреналин, действие кортизола заменяется в большей степени его синергистом дегидроэпиандростероном. Кроме того, появляется большое количество биологически активных веществ, дофамины, эндорфины, окситоцин, и что очень важно в нашей человеческой жизни, нейротрофины. То есть весь вот этот набор биологически активных веществ, с одной стороны, он позволяет реализовывать большое количество многообразия эмоций, многообразия поведенческих реакций, мыслей. И в то же время, вот особенно нейротрофины играют огромную роль в запоминании происходящего. Поэтому на стрессовой ситуации очень долго сохраняется внимание человека. Он должен, его сознание, его подсознание должен доработать стрессовую ситуацию, чтобы она в последующем перешла в стадию накупленного опыта, и в случае повторения ситуации, чтобы уже у человека был запас прочности в понимании и в подсознательном активном воздействии на стрессовую ситуацию. Это то, что происходит на физиологическом уровне. Мы с вами говорили, что физиологический уровень и психологический – просто две стороны одного процесса. Что же происходит, как происходит стадия сопротивления на психологическом уровне? Что мы, люди, имеем в запасе для адаптации нашей психики? Есть два варианта психической адаптации. Это аллопсихическая адаптация. Это первый вариант, который подразумевает выход из ситуации или воздействие на нее с целью ее изменения. То есть, посмотрите, это фактически та же самая реакция «бей-беги». То есть, выход из ситуации «беги» или воздействие на ситуацию «бей». То есть, конечно, это в более тонком человеческом варианте. Но суть аллопсихической адаптации не меняется. Труднее всего человек переносит ситуации, когда аллопсихическая адаптация невозможна. То есть, именно к такой ситуации относится та ситуация с ковидом, которую мы с вами пережили частично и продолжаем переживать. То есть, выход из ситуации из этой был невозможен. И воздействовать на ситуацию мы в начале, во всяком случае, ковидной ситуации воздействовать каким-то образом мы не могли. Остается интрапсихическая адаптация. Что же это такое? Тело наше, опять же, мы вернемся, делаем шаг в сторону физиологии, но не любит дискомфорта. То есть, обязательно какой-то сбой в работе органов и систем обязательно проявляется дискомфортом, болями или какими-то другими проявлениями неблагополучия. Точно так же наша психика не любит ситуации неопределенности, не любит дискомфорта, не любит дисгармонии. И природой задуманы механизмы интрапсихической адаптации, которые называются психические защиты. Иногда их называют психологические защиты. Это синонимы можно называть и так, и так. И психологи спорят, какой из них является правильным. Но на самом деле сейчас можно говорить и психические, и психологические защиты. Это неосознанные процессы нашей психики в подсознании, когда она старается включиться в те ситуации, которые нам дискомфортны, которые вызывают у нас тревогу. Таких механизмов у нас больше 30. И для начала мы разберем с вами два из них, для того, чтобы они нам стали понятны. Это две психологические защиты, которые есть у всех без исключения людей, и которые включаются, я повторяю, подсознательно, без каких-то наших сознательных усилий. Первая из них называется отрицание факторов, вызывающих тревогу. То есть наша психика, совершенно независимо от нас, сортирует информацию, которая поступает из внешнего мира. И эта защита делает так, что информация поступает не только на сознательный, но даже на подсознательный уровень. Можно привести такой пример современный. Например, у нас у всех в телефоне есть так называемый черный список. Здесь мы, правда, действуем осознанно. А защита отрицания работает без включения нашего сознания. Но мы можем включить в черный этот список человека, абонента, который информация, который, если информация от этого человека нас тревожит, или она нам неприятна. То есть мы даже не будем знать, когда этот человек нам звонит. Вторая защита, вытеснение факторов, вызывающих тревогу, очень похоже на отрицание. Но только здесь человек сначала воспринимает информацию, а потом она вытесняется в подсознание. То есть человек как бы искренне забыл, по-настоящему забыл то, что он уже когда-то слышал. Ну, по той же аналогии с телефоном, можно сказать, что мы видим, что идет звонок от неприятного нам абонента. То есть звонок, который несет нам неприятную или тревожную информацию, и тревожную информацию. Мы можем просто не взять трубку. Что будет тогда по жизни? Мы один раз не услышали, пропустили, второй раз не услышали. А информация явно для нас важная. В итоге она у нас вытесняется куда-то в подсознание, вот по защите вытеснения. Она там для того, чтобы ее там удерживать, нужно большое количество энергии для удержания этой неприятной информации. И в какой-то момент она может вырваться наружу. То есть вот так же, как мы отказывались получить информацию неприятную, но информация эта была для нас важная. И когда-то это закончится неприятностями, потому что она не была воспринята и не была отреагирована. Вот чем опасно действие защиты вытеснения еще? Когда информация эта копится в подсознании, и когда она вырвалась наружу, то тогда любая тревога сопровождается вегетативными реакциями. То есть вот это является одним из механизмов тоже психосоматизации тревоги. Ну а на простом примере можно сказать, что в каких-то сложных отношениях, например, в личных отношениях, когда люди пытаются вытеснить неприятные моменты межличностного взаимодействия, а потом вдруг как будто бы на ровном месте возникает ссора, в которой выясняется, что очень много моментов не устраивали людей раньше. И можно даже удивиться, что человек, который был в хороших отношениях, люди были в хороших отношениях между собой, и вдруг где-то в подсознании у них накопилось так много неприятной информации. Вот эти две защиты, я сказала уже, они чрезвычайно важны на первой стадии, стадии тревоги. То есть они как бы выключают психику от чрезмерно тревожной информации. Но вообще они являются самообманом, они позволяют человеку жить как бы в более смягченном варианте, но тем не менее он не реагирует вовремя на тревожную информацию, и это может закончиться и какими-то неприятными последствиями. Но вот как пример действия этих двух защит можно вспомнить период, который был у нас в ситуации ковида, самое первое время, когда шла очень тревожная информация, сначала из Китая, потом из других стран. Но нам всем казалось, что с нами этого не случится. Вот именно вот эти две защиты дают понимание, что это да, это может быть, но не с нами. Такое подсознательное убеждение, что это будет не с нами. Но правда мы подключали здесь и другие защиты. Это рационализацию, концептуализацию, интеллектуализацию. То есть когда человек, пытаясь осмыслить ситуацию, уменьшает уровень тревоги. Я думаю, вы согласитесь со мной, как много мы говорили о том, что да, конечно, этот вирус высоко контагиозен, но зато невысокая летальность. И летальность гораздо меньше, чем у гриппа и так далее. То есть у нас был период такого активного включения психологических защит. Здесь я еще раз хочу подчеркнуть, вернуться. Я несколько раз буду это повторять, потому что это нам будет очень важно для реадаптации. То есть этот период сопровождается повышением уровня гормонов стресса. Гормоны стресса – активные гормоны. И я думаю, я во всяком случае, вот мое клиническое наблюдение летом, у пациентов летом, в тот период, когда мы пережили первую волну ковида, то очень многие говорили, смотрите, какие были косвенные признаки подтверждения действия гормонов стресса. Очень многие пациенты говорили о том, что совсем незадолго до, просто может почти накануне вот этого появления ковидной ситуации, они сменили работу. Многие там были пациенты, которые говорили о том, что они купили дом или дачный участок. То есть это был период, еще не было явно высокого вот этой стрессогенности ситуации, но уровень гормонов, который готовил наш организм к активной реакции на стресс, он был уже повышен, пока еще при недостаточном уровне осознавания ситуации. Это очень важно и сейчас, когда мы будем говорить, я повторяю, уже о механизмах реадаптации. То есть вот пока мы с вами разобрали две стадии. Первая стадия тревоги и вторую стадию сопротивления. Да, стоит сказать еще вот об одном клиническом наблюдении, то есть которое в принципе известно в научном направлении о функциональных заболеваниях, что в стрессовых ситуациях происходит очень часто пациенты с функциональными заболеваниями чувствуют себя гораздо лучше, во всяком случае не имеют клинической симптоматики своих заболеваний, чем даже в обычной жизни. Почему это происходит? Опять же, гормоны стресса. Функциональными заболеваниями чаще всего болеют люди с так называемой самодоперцептивной конституцией, то есть у которых слабая вегетативная нервная система от рождения, то есть это признак особой конституции, и слабые психические функции. Так вот, под влиянием гормонов стресса, которые являются обязательными в стрессовой ситуации, обязательной реакцией организма, то есть вот эта их слабость временно как бы отступает, то есть появляются силы. И вот на фоне этих вот возросшей физической активности функциональные заболевания не проявляют себя. Ну, зато, да, и это я могу это подтвердить также своими наблюдениями, потому что в первое время после окончания вот волны, весенней волны ковида, действительно пациентов с функциональным заболеванием было меньше. Ну, потом, конечно, когда эта ситуация была пролонгирована, функциональные заболевания вернулись, и зачастую, и с большей интенсивностью, чем они были ранее. Значит, итак, мы обсудили с вами особенности двух стадий адаптационного синдрома. Третья стадия – это стадия истощения, то есть она – это фактически варианты выхода из второй стадии, стадии сопротивления. И в идеальном варианте это будет реадаптация, то есть восстановление нарушенных функций. Такая полуадаптация или частичная адаптация, или патологическая адаптация, можно по-разному это охарактеризовать, это появление психопатологических синдромов тревожно-депрессивного спектра. И если ситуация пролонгируется, или стресс остается высокой интенсивности, настолько, что сам организм на стадии сопротивления уже с этим не справляется, тогда наступает истощение психического ресурса, и если мы говорим о психической составляющей, то психическая дезадаптация. Итак, если мы вернемся к слайду, который мы уже с вами рассматривали, то можно сказать еще следующее, рассмотреть эти стадии с точки зрения законов, в которых мы с вами существуем, в которых развивается жизнь. Ну, первый закон, мы немножко уже упоминали, это переход количества в качество, то есть по стрессовой реакции могут быть разной интенсивности, от острой реакции до стресса, до мягких и разнообразных реакций. Затем на стадии сопротивления, это ярчайшее проявление закона единства и борьбы противоположностей, эта стадия неустойчивая, то есть может побеждать стресс, затем на смену опять идет физиологическая и психологическая активность, стресс отступает, но колебания, возможно, и длятся они достаточно долго. И, наконец, посмотрите, какой важный момент и третьего закона отрицания-отрицания. То есть если мы возьмем адаптацию, которую мы имели, скажем, до стрессовой ситуации, ну, сейчас назовем ее, поскольку мы обсуждаем ковид, до ковидной ситуации, потом мы все прошли дезадаптацию в той или иной степени, и реадаптация, то есть третий этап отрицания, он не должен быть, адаптация, которую мы приобретаем, она не должна быть похожа на то, в которой мы жили, в тех возможностях, адаптационных симптомах, адаптационных возможностей, в которых мы существовали раньше. То есть пройдя вот этот длительный период стресса, мы должны выйти в психическом отношении со всем другими людьми. Тогда это будет соответствовать динамике эволюционного развития. То есть развитие жизни, хотя есть стадия истощения в адаптационном синдроме, описанном в Селье, но если мы говорим о жизни, об эволюции, то стадия сопротивления должна при победе противоположных возможностей на противодействие стрессу должна переходить в реадаптацию. Ну вот эти три стадии стресса, они, можно сказать, что они проявляются в разных клинических формах, которые в международной классификации болезни рассматриваются как реакции на стресс и нарушения адаптации, рассматриваются в классе F43. Это острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство и расстройство приспособительных реакций. Если мы сравним это с динамикой адаптационного синдрома, то вот вторую и третью, вторую и третью нозологическую единицу надо было бы поменять местами, и тогда это полное соответствие адаптационному синдрому. Мы остановимся на этом, если у нас останется время. Пока только вот повторим еще, что это может быть острая реакция, которая является на физическом уровне реакция остолбененная, когда, говорит, замер как столб. А на психическом уровне она сопровождается ошеломленностью, то есть психофсиологической адаптацией, о чем мы с вами говорили, две стороны одного процесса. Ну и расстройство приспособительных реакций, это вторая нозологическая форма постстрессовых расстройств. Это полное соответствие стадии сопротивления. Ну и давайте мы перейдем практически уже в ковидную ситуацию. То есть приобретя некоторые понятия в самой теории адаптационного синдрома, теории нарушенной адаптации. Итак, чем отличается ковидная ситуация? Это стресс сверхтяжелой силы. Какими признаками мы обозначаем этот стресс такого варианта? Это, во-первых, резкое изменение реальности. То есть человек жил в одной реальности, все мы жили в одной реальности, и реальности мира, и реальности нашего внутреннего мира, и она изменилась просто до неузнаваемости. Во-вторых, то, что было крайне резко выражено в начале стадии сопротивления, то есть в первую волну ковида, это ощущение неотвратимости перемен. То есть, ну, что мы с вами уже обсуждали, невозможность аллопсихической адаптации. Ну и, наконец, очень сложный момент. Это тема смерти, то есть которая присутствовала в реальности, тема невозможной смерти. Страшно даже представить такой смерти близких нам людей, или представление о реальности собственной смерти. Мы все знаем, что мы когда-то умрем, но это в каком-то необозримом пространстве. А сверхтяжелый стресс ковидной ситуации несколько меняло представление об этом. И вот в этой ситуации счастьем и некоторым спасением нашей психики. Это спасение состояло в том, что у нас у психики было время, приспособиться к этому изменению реальности. Потому что очень сложно, когда какие-то перемены происходят внезапно. Конечно, очень много было новых симптомов, новых изменений каких-то внутреннего восприятия, которые со временем будут описаны. Ну и те, которые мы уже наблюдали, то есть, например, появление новых симптомов, как ковидофобия и появление действия и другого действия, какого-то с оттенками измененного действия, уже известных психических защит. Мы с вами обсудили две из них, отрицание и вытеснение, и обсудили также то, что это было крайне важно на первой стадии тревоги. Затем при переходе в стадию сопротивления они уже оказывали отрицательное действие. То есть, например, отрицание и вытеснение факторов, вызывающих тревогу, было активным у тех людей, которые отрицали необходимость ношения маски, отрицали строгости изоляции и так далее. Вот с точки зрения теории того, которую мы с вами сегодня обсуждали, это действие отрицания и вытеснения, которое относится к защитам примитивного свойства. Но есть защиты так называемые высшие. Вот три из них представлены сейчас на слайде. Это те защиты, где мы хотя бы частично можем властвовать над ними, осознанно понимать их включение и каким-то образом их усиливать. Первое из них называется подавление факторов, вызывающих тревогу, подавление эмоций. Она очень похожа на защиту вытеснения, которую мы с вами обсуждали, отличается осознанным к ней отношением. То есть, если вытеснение мы не понимаем и не отслеживаем, вот эту вытесняемую тревожную информацию, то здесь мы активно ее избегаем. То есть, если мы проводили с вами аналогию вот с современными мобильными телефонами и звонками, то это те же самые звонки, когда вы не берете трубку, не отвечаете на звонок, который потенциально имеет тревожную для вас информацию, но тем не менее, вы, предполагая саму эту информацию, вы предпримете шаги для того, чтобы инактивировать вот этот тревожный радикал, инактивировать активными действиями. То есть, тогда уже эта защита не является примитивной и она не искажает реальность. Очень важными являются еще две защиты – это компенсация и сублимация. Давайте мы всегда проводили аналогию с физическим телом. Что такое компенсация утраченной функции на физическом уровне? То есть, когда случается такое несчастье, что человек теряет зрение, то известный факт состоит в том, что у него обостряются органы слуха, работа органов слуха. Это компенсация. Как это работает на психическом уровне? У нас для человека очень важно социальное общение. Мы потеряли такую возможность. Ну, многие из нас, большинство, может быть, потеряло такую возможность общения в социальном пространстве. И на смену пришло общение онлайн. Конечно, лекция вот так, не видя слушателей, это совсем другая лекция. И для вас, и для лектора также. Но, тем не менее, это некоторая компенсация утраченной функции. Еще более важной является защита сублимации. Это сублимация энергии. Многие знают, это на слуху есть такое представление, как сублимация сексуальной энергии. Но на самом деле в сублимации речь идет о любой энергии. И тревога – это есть также энергия. И сублимация – это не просто прямая замена, как при компенсации, а сублимация предполагает изменение поля деятельности и творческий подход к этому. Поэтому энергия тревоги. Тут в данном случае, конечно, эта энергия была активна и результативна, продуктивна у тех людей, кто находился на самоизоляции. Потому что также известно, что очень многие открыли, имея свободное время, перенеся ее с поля тревоги, с внутреннего пространства тревоги, в пространство творчества, открыли в себе такие таланты, о которых в себе даже не подозревали. Вот это и есть сублимация энергии. Особенно активной эта психологическая защита бывает в так называемой стратегии стремления к цели. Что это такое? То есть когда вот эта вот энергия сублимации, то есть переход в творчество, оно происходит не стихийно, а оно происходит как бы планомерно, когда выбирается цель. То есть сначала мотивация. Мотивация есть у всех. Стремление вообще выжить, которую мы переносим в данном случае в стратегию стремления к цели. То есть определяет, принимается решение цели. Конкретно определяется цель. Ставятся задачи. И что самое важное, ведется поэтапный контроль вот этих этапов движения цели и анализ результатов, и анализ, может быть, каких-то недочетов. Ну, очень хорошо представить такую стратегию, например, у тех людей, которые занимались изучением иностранного языка, предположим, или любым каким-то творческим действием, которое именно выглядело как стратегия, то есть ежедневное стремление к этой цели. Почему это так важно? Вот вдумайтесь, вот так себе представьте такой вариант этой стратегии. На самом деле это получается совершенно человеческое, продвинутое в эволюционном отношении такая идеология или суть этой стратегии является на самом деле реакцией «бей-беги». То есть человек как бы воздействует на свою реальность, то есть он уходит от тревожной информации, от изнуряющего ощущения тревоги в конструктивное пространство, то есть он меняет и как бы уходит, то есть «беги» от тревоги, условно говоря, и «бей» не хочется говорить такими словами, хотя я неоднократно повторила эту такую формулировку «бей-беги», просто для того, чтобы это становилось понятно. Это о стратегиях, которые были возможны, конечно, у тех людей, у тех людей, которые имели возможность быть на самоизоляции, что само по себе, конечно, тоже было сложным периодом жизни, но, как я вам уже говорила, это было время, которое можно было использовать для саморазвития и выйти из всей этой ситуации с опытом преодоления сложности. Но не все, это понятно, что невозможно было себе представить медицину на сотрудников, врачей и вообще коллег, так хочется сказать, которые бы находились только на самоизоляции. я не могу сейчас не вспомнить просто с поклонением, с преклонением, можно сказать, тех коллег, кто был на переднем крае борьбы с ковидом и сотрудников нашего центра, которые продолжали работу в измененных условиях и работа центра фактически не останавливалась ни на один день. и здесь, вот в завершении своей лекции, я бы хотела дать несколько рекомендаций именно для тех, кто находится сейчас в состоянии усталости, переутомления, может быть, даже с какими-то тревожно-депрессивными проявлениями. Собственно говоря, ко всему этому я и веду свою лекцию, начиная с теоретических каких-то объяснений, процессов, которые проходят сейчас. Давайте вспомним еще раз то, что я неоднократно повторяла. Гормоны стресса. Бей, беги. И гормоны стресса остаются не только в ситуации первой стадии адаптационного синдрома, но и на второй стадии, в стадии сопротивления. И после этого сохраняются очень долго, они дают сужение сознания. Это делается для того, чтобы у психики была концентрация на стрессовом воздействии, для того, чтобы психика успела переработать опыт стрессовой ситуации. Но давайте вспомним еще следующий шаг вот этой же логики. Стрессовые гормоны требуют бей или беги, то есть активного воздействия. И даже те, кто кажется смертельно устал, у кого нет никакой возможности в свою не так простую жизнь, которую мы сейчас живем, еще как-то активно взаимодействовать. Активно. То есть я имею в виду, что здесь, если вы вспомните, что мозг, сердце и скелетные мышцы, вот кто вступает в реакцию бей-беги. И поэтому, когда мы говорим, что нужны прогулки, нужны какие-то активные занятия, ну спорт, это вообще идеальный вариант, но хотя бы фитнесом или хотя бы утренняя зарядка, хотя бы несколько шагов по дороге на работу, хотя бы несколько сотен метров пройти в активном действии. То есть скелетные мышцы обязательно должны быть задействованы в настоящее время для того, чтобы гормоны стресса, которые поддерживают вот эту активность физического тела, чтобы они не переходили в психосоматические заболевания. Ну вот, собственно, то, что я вам хотела рассказать, это еще разочек подчеркиваю, что физиологическая и психическая адаптация это две стороны одного процесса. И что ситуация еще продолжается, гормоны стресса в более мягком варианте присутствуют у всех у нас, и у нас еще есть время на то, чтобы это было непросто, чтобы мы не мечтали к возврату в наши старые до ковидные времена, а чтобы мы поработали над тем, чтобы реадаптация дала нам возможность выйти на другой уровень нашего существования. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...